Друзья, всем привет! С вами Виталий на канале Алкофан. Заходите на этот канал почаще, здесь вы найдете очень-очень много интересного, все, что связано со спиртными напитками. Также заходите на мой канал по схожей тематике вино и более, по ссылке, находящейся в описании. Это вторая часть видео по приготовлению вина из сливы. Начнется она с того момента, когда мы начали добавлять сахар. И вот сегодня, седьмой день после начала брожения нашего вина, им нужно будет добавлять второй раз сахар. Первый раз мы добавили 600 грамм, и второй раз мы также добавляем 600 грамм. Ничего сложного в этом нет, мы просто точно так же в отдельной емкость сливаем небольшую часть вина, в котором уже находится нужное количество нам сахара. Растворяем как следует сахар и обратно вносим его в наше вино. Поехали! Как только весь сахар полностью растворился, сливаем все обратно в нашу емкость. Все! Сахар в вине растворили, вылили все обратно в нашу емкость. Теперь убираем туда же, где оно у нас бродило, и ждем окончательного дображивания нашего вина. То есть, когда, как всегда, оно осветлится, и насадок выпадет на дно. Ну, а мы теперь, благодаря чудесам видеомонтажа, увидимся с вами буквально через несколько секунд, а на самом деле пройдет несколько недель. Итак, мы наконец-то добрались до нашей сливянки. Сливянка стояла несколько дольше, чем обычные вина. Связано это с тем, что при изготовлении сливянки получается очень-очень такой мутный напиток, и он долго оседает дольше, чем в обычных винах. И поэтому оно стояло намного дольше, и то, знаете, светлость все-таки, конечно, хорошая, но не до такой степени, как обычно в обычных винах она получается. Ну, это не страшно, осадок осел, играть сливянка перестала, пузыри не выделяются, она осветлилась. Теперь мы будем ее снимать с осадка. Снимать с осадка будем, как всегда, при помощи силиконового или резинового шланга. Опускаем аккуратно до осадка и сливаем в чистую, всегда обязательно берите чистую емкость. И всегда я рекомендую использовать только стеклянную емкость. Ну что ж, поехали! При сливании смотрите аккуратно, потому что осадок очень такой мягкий, как бы воздушный, и он очень легко подцепляется шлангом. Поэтому старайтесь как можно меньше контактировать с ним, чтобы как можно чище слилось сливовое вино. Ну вот, получилось 3, где-то с половиной литра, ну в общем чуть больше 3 литров уже сцеженного, снятого с осадка вина. Можно было бы, конечно, и больше, но сливовое вино тем и отличается от всех остальных, что с осадка снимать его сложнее намного. Но это ничуть не мешает быть этому напитку очень вкусным, очень ароматным, очень приятным. Я рекомендую его все-таки делать всегда, потому что сливовое вино своеобразное, очень приятное на вкус и очень похоже на сливовый сок. Она даже по виду, видите, не прозрачная, а очень сильно напоминает сливовый сок. Мы заполняем, как всегда, под горлышко, накрываем крышкой и убираем в погреб, или в холодильник, или в прохладное место, где температура позволит вину дальше отстояться, прекратить его дальнейшее брожение, то есть так называемое тихое дображивание. И уже неделю, через неделю, через две проверим его, посмотрим, как выпал осадок, снимем с этого осадка и продегустируем. Кстати, продегустировать уже можно даже сейчас, на этом этапе, но я все равно всегда всем говорю, первые впечатления от вина молодого снятого с осадка никогда не будут хорошим, потому что оно не совсем то по вкусу, которое вы ожидаете. Оно немножко рисковатое, как будто спирта в него добавили, несбалансированный вкус. Поэтому дождитесь хотя бы пару недель после сливания, отстаивания в холодильнике, тогда можно будет попробовать, и вкус будет гораздо вкуснее и лучше. А со временем, через месяц, через два, через полгода, а если еще и достается у вас в течение года, вкус только улучшается. Ну что ж, отправляем в прохладное место, а через пару недель попробуем его и посмотрим, стоит его снимать с осадкой, или еще пусть она дальше постоит. Итак, друзья, прошло две недели отстаивания нашего сливового вина, так называемой сливянки, в холодильнике. Осадок снова появился. Вино не осветлится до того состояния, чтобы было совсем прозрачное, так как, ну вот, свойство такое у сливового вина. Осадок, не знаю, будет ли вам видно сейчас или нет, я вам покажу. Все-таки есть вот на бутылке, если посмотреть, вот на дне. Видно, да, есть осадок? Вот, то есть он по-любому будет. И вино, как таковое сливовое, оно всегда постепенно-постепенно осадок будет скапливаться. Ну ничего в этом страшного нет, снимайте с осадка каждый раз, как только вы увидите. Но чаще, чем в 2-3 недели, я не советую этого делать, потому что будет количество его незначительное. Ну что, сейчас опять снимем с осадка наше сливовое вино, пусть оно отстоится еще 2 недели. А сейчас мы его перельем, продегустируем обязательно, и еще потом, через 2 недели после отставания, может даже 3, пусть постоит, мы еще раз продегустируем наше вино и отправим его уже в погреб, на постоянное место, так скажем, хранения. Сливаем, как всегда, резиновым шлангом. Давайте сразу попутно сольем себе немножко на пробовку. А пока сливается, давайте все-таки продегустируем. Смотрите, цвет непрозрачный, но приятный, такой, как примерно у сливового сока. Еще, конечно, зависит от того сорта сливы, из которого вы будете готовить эту сливянку. На запах. Приятный сливовый сок, естественно, с алкогольным оттенком, еще рисковатый запах алкоголя, конечно, присутствует. Но уже что-то такое, так как 2 недели уже отстоялось, где-то уже близко к винному, более приятному запаху, но еще рисковатый, как я говорю, потому что вино молодое. Попробую. Сладость в меру. Слива прям обалденно чувствуется. Вкус сливы свежий, прям как будто сорванный, и только-только вы из него сделали сок и пробуйте. Алкоголь. Да, насчет рисковатости я, наверное, поторопился, но он где-то далеко, где-то так отдаленные тона, но чувствуется, что алкоголь все-таки есть, и тут точно не менее 10 градусов присутствует обязательно. Но сладость, тем не менее, присутствует, и она тоже в меру только добавляет приятности нашей сливянки. Да, очень приятное вино, но через 2-3 недели давайте еще раз попробуем и сравним по сравнению с сегодняшним днем, какое оно у нас. Ну вот, по прошествии еще 3-х недель наша сливяночка, ну никак не осветляется, ну и ничего страшного. И осадка, кстати, практически нет. Вот сейчас еще раз попробую вам фонариком посветить, может, видно будет. Что-то, что-то такое едва уловимое есть на дне, будет видно или нет. Но мы все равно будем уже сливать окончательно по бутылкам, но и заодно попутно продегустируем, насколько вкус может быть все-таки изменился. В лучшую, должен, в любом случае, в лучшую сторону, конечно, измениться по прошествии еще этих 3-х недель. Давайте пока отольем, продегустируем. И уже потом окончательно сольем в вино по бутылкам, и я уже отвезу все это дело в погреб. Запах такой же сливовый остался. Во вкусе. Да, знаете, он более стал насыщенный вкусом сливы. Алкоголь еще больше смягчился, вкус округлился. Очень приятнее стал. Прям вот, даже не знаю, прям действительно сливовый настоящий сок. Причем алкоголь я сейчас даже, можно сказать, вообще не чувствую. Хотя он где-то, конечно же, он по-любому присутствует, и он немало тут присутствует, и будет чувствоваться только когда, когда уже выпьешь такую приличную дозу. Но, блин, вот этим и хороша сливянка, что вот этот вот вкус сливы очень-очень хорошо сочетается с алкоголем, и дальше, по прошествии какого-то времени, он больше и больше гасится. В общем, замечательное вино, ребята, получается. Рекомендую вам обязательно его делать. Пробуйте с разных сортов слив, пробуйте даже микс какой-нибудь делать, там разные сорта слив вместе перемешать. Так пробуйте делать, если, допустим, у вас мало слив какого-то сорта. Но пробуйте сливянку делать обязательно. Очень-очень хорошее вино. Я вам обязательно рекомендую это делать. Ну вот, со сливянкой мы закончили. С вами был Виталий на канале Алкофан. Заходите на этот канал как можно чаще. Смотрите здесь очень много интересного видео. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Узнаете для себя много интересного, все, что связано с алкоголем, алкогольными напитками, с традициями. Также заходите на мой канал по схожей тематикой. Ссылка на него будет внизу обязательно под видео. А мы с вами в дальнейшем обязательно увидимся. Всем пока!